Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Лара из Махмутлара. И я та самая Лара, которая вот уже как два года назад переехала на постоянное место жительства в Турцию. И сейчас, сегодня у меня будет видео как раз о том, как я собираюсь продлить свой вид на жительство. Начнем по порядку. Ну, все знают, что сейчас в Турции не получить вид на жительство по аренде. Вообще, я считала, что только в закрытых районах, но мне все сказали, что теперь во всей Турции не получить виды на жительство по аренде. Только если вы являетесь собственником жилья. Ну и рабочая виза. Ну и, конечно, если вы выходите замуж за турка. Но нам это не грозит. Ну, не будем обо всех, вернемся опять ко мне. Значит, мы решили, так как дочь моя собственница жилья, мы решили сделать мне вид на жительство по поручительству. Что дочь моя ручается за меня, что она будет содержать меня там, что я мама ее. Вот. Но для того, чтобы подать документы на получение вида на жительство по поручительству, мне нужно было, во-первых, справка из ЗАГСа о том, что... Свидетельство о рождении, скажем так, о том, что дочь это моя дочь. Вот мы это сделали еще в России. Мы думали на тот момент, ну мало для чего пригодится. Это у нас справка была готова. Потом у меня была справка, это мне уже заказывали сейчас, о том, что я, выходя во второй раз замуж, меняла фамилию. Вот та, которая у нас была с дочерью, которая указана в свидетельстве о рождении на новую фамилию, которую я ношу сейчас. Вот. И третья, мне нужна была справка о подтверждении моего размера пенсии на сегодняшний день. Ее делали за год, тоже ставили апостиль. Кстати, вот тут по справке, ну у кого-то я читала, что два дня, я постель готов, ничего подобного. Но, во всяком случае, у нас в Новосибирске эту справку делают месяц. В нашем случае нам повезло, потому что сын звонил и прям просил. Так как справку нужно было передать, он звонил, туда приезжал, просил, и нам сделали ее за три недели. Ну, обычно все говорят, что это делается месяц. Многие во всех чатах пишут, что это два с половиной, три дня. Ну, вот в Новосибирске это не так. Вот. Он апостелировал справку о моей пенсии, потому что оказалось, что пенсионный фонд, это сейчас государственный. Раньше это была не государственная организация, теперь это стала государственная организация, и теперь ее апостелируют так долго. Ну, вот эти все справки у меня были, с собой еще раз, это свидетельство о рождении дочери, свидетельство о том, о смене моей фамилии, и справка из пенсиона. Вот эти все справки были. Кроме этого, я приготовила справку о движении средств на турецкой карте, это у меня было. Потом справка, ну, маратаж, знаете, что, где мы прописаны. Приложив вот эти все справки, мне нужно было еще сделать страховку. А все знают, что у нас с 1 августа или с какого-то, я уже не помню, с какого-то времени опять страховка выросла на 90%. И кто-то успевал делать, но я вот, по правде сказать, до последнего, в общем, можно сказать, что лоханулась, да, потому что до последнего не верила, что такое может быть. Я подумала, что это опять, знаете, нагнетание какой-то вот ситуации, что сейчас потом окажется, что никто ничего не повышал, а вот все повысилось. Но нет, цены страховые компании повысили, ну, и мне пришлось вот сейчас оформлять страховку уже по новой цене. Документы на вид на жительство подаю на 2 года, вот, и поэтому страховка у меня за 2 года. Вот я прям тут записала, у нас страховка, у меня 6 тысяч, у дочери она 2 900, видите, все-таки возраст дает свое. Вот, затем у меня 1190, это налог, у дочери так тоже налог, у ребятишек половину, потом 356 лир, это все в лирах, я говорю. За карточку мы заплатили за саму, вот, ну и 100 лир, это фотографии. Вот столько денег я заплатила за документы, ну, не считая, говорю, вот эти все опостили, вот это все, это я не считаю. Это справка из банка, она тоже стоила 105 лир. Вот так знаете, там, 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 везде набирается справка на маратаж, у нас стоит 1000 лир, и она именная, прям на ней написано, мое фамилия, имя. А девочки из Анталии, она у них стоит 150 лир, и она не именная, и они брали эту справку, делали копию для мужа, допустим, она шла вот такой справкой. Интересно, одна страна, а везде разные требования. Мы все документы приготовили, все анкеты забили, куда нужно дать, и нам назначили время рандеву. Пока не буду говорить об этом, все-таки уверена, что многие будут рады за меня и переживают за меня, что у меня получится. Но есть люди, которые пишут один негатив, не хочу расстраиваться еще и по этому поводу, поэтому точную дату не скажу. И пока вот все мы не сдадим, и я не получу какой-то ответ, ну, я про это рассказывать не буду, должны вы меня понять, правда, потому что по-честному боюсь, что сглазят. Может быть, и так все получится, неизвестно как, но во всяком случае пока разглашать все это не буду. Подготовилась, хочу остаться, очень хочу остаться, не вижу себя в другой стране вообще. А, конечно, пути отхода уже себе все продумала. Как вы знаете, я не без этого все решила, что, куда, почему. Ну, хочу, чтобы у меня все получилось, по-честному. Не знаю, почему-то, я уже не раз говорила о том, что, не знаю, почему, ну, вот это страна, в которой мой дом. Бывает так, когда человек родился в одном месте, да, чувствует себя дома в другом. Вот у меня как раз случилось именно так. Никогда про это не думала. Помните, я говорила всегда, думаю, Европа, это Париж, это что-то. В итоге живу в Турции со всеми вот такими какими-то проблемами, со всеми сейчас повышениями цен. Но я даже на это не злюсь, по-честному. Я как-то считаю, что, ну, как это вот, как свое, так, ну, такое оно стало, ну, оно все равно свое. Никуда от этого не деться. Ну, вот, мои дорогие, кто хочет подаваться, вы знаете, что сейчас народу в Гечи очень мало. Рандеву дают быстро, но ждут люди результата очень долго. Наши знакомые в феврале подали еще, до сих пор нет ответа. Кто-то подал, вот, уже три месяца назад нет ответа. Не знаю, вот не знаю, как это будет, что это будет. Еще раз говорю, очень хочу остаться здесь. Ну, а как будет? Я всегда говорю о том, что надо доверять Вселенной. У меня до сих пор смеется. Ты же всем говоришь, надо доверять Вселенной, надо доверять Вселенной. Почему сама не доверяешь, что она сделает для тебя все самым наилучшим образом? Ребят, доверяю Вселенной, правда, что все будет для меня самым наилучшим образом. И думаю, все будет так, как надо, по-другому не все, мои дорогие. На сегодня я с вами прощаюсь. Что могла по-своему ВНЖ не навредять себе, я постаралась рассказать. Будут какие-то вопросы, пишите. Ну, все, я на сегодня с вами прощаюсь. Всегда ваша, Лара. До новых встреч на моем канале. Все, всем пока.